Жительница Душанбе Нилуфар Раджабова, которая была задержана во время рейда против вношения хиджаба и оштрафована за мелкое хулиганство, подала жалобу на сотрудников милиции в Генеральную прокуратуру Таджикистана. Об этом пишет Радио Азади. Раджабова ранее сообщала, что подверглась оскорблениям и унижениям со стороны сотрудников милиции во время рейдов в здании ОМВД Сино-2, куда была доставлена участниками рейда. 18 декабря суд района Сино, города Душанбе, оштрафовал Нилуфар Раджабову на 550 самани, 56 долларов США, обвинив ее в нарушении статьи 460 «Мелкое хулиганство» Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях. В отношении Нилуфара Раджабовой было возбуждено административное дело на основании жалобы Рано Абдулаевой, участницы рейда и руководителя отдела женщин и семьи столичного района Сино. Чиновница солгала и заявила, что Раджабова оскорбила ее как представителя власти, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей. Однако Нилуфара Раджабова утверждает, что никого из участников рейда не оскорбляла. Все наоборот, в течение нескольких часов, проведенных в здании ОМВД Сино-2, я подвергалась оскорблениям и унижениям, сказала она в беседе с журналистами. Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане окажет Нилуфара Раджабова юридическую помощь в судебной тяжбе с сотрудниками ОМВД Сино-2, города Душанбе. Я подала жалобу в Генеральную прокуратуру, ее зарегистрировали, сообщила она 20 декабря. В четверг Министерство внутренних дел Таджикистана подтвердило, что в отношении Нилуфара Раджабовой было возбуждено административное дело на основании жалобы Рану Абдулаевой, которую она якобы обзывала оскорбительными словами. Но в то время Нилуфара Раджабова отметила. Я не оплатила штраф, я получаю пенсию в размере 540 самани, как мать детей-инвалидов. Этой суммы не хватит для оплаты вынесенного судом штрафа, говорит она. Напомним, 14 декабря Раджабова возвращалась из больницы домой. По пути ее задержали представители комитета по делам женщин и сотрудники милиции, которые отвезли ее и еще четверых женщин в хиджабах в отдел милиции района Сино для проведения так называемой разъяснительной беседы. Я говорю, что я не могу, но 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 я не могу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова